Всем доброго дня! Кто меня сейчас смотрит? Я читаю из Евангелия от Луки, 9 главы, 49 стиха. Присем Иоанн сказал, Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Интересный эпизод земной жизни Иисуса Христа, где мы видим упоминание о человеке, который именем Иисуса изгонял бесов, но при этом он не был в числе вот этих учеников, по крайней мере, 12, а может быть, даже и 70. Я вспоминаю другой похожий эпизод из Деяний, где сыновья первосвященника Скевы тоже пытались действовать в плане экзорцизма, употребляя имя Иисуса. То был негативный пример. А здесь мы видим позитивный пример, положительный пример. Мы видим, что у этого человека получалось изгонять бесов. То есть он мог именем Иисуса Христа изгонять бесов, даже будучи при этом не входящим в этот ближний круг апостолов, учеников. Просто некий человек. И вот Иоанн упоминает о таком человеке, говорит, наставник, мы видели такого человека, мы встретили такого человека, он действительно изгоняет бесов твоим именем, и мы ему запретили, потому что он не ходит с нами. Такой положительный пример. То есть у человека получалось изгонять бесов. Если у сыновей первосвященника Скевы не получалось, то у этого человека получалось. И тем не менее ученики как бы возревновали, вознегодовали, как так, он не ходит с нами, он не в нашем, так сказать, кружке, не в нашей церкви, и тем не менее изгоняет бесов. И запретили. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. В параллельном месте в Евангелии от Марка сказано, не запрещайте, потому что никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Интересное словосочетание, вскоре злословить. В оригинале написано, в то же самое время. То есть вот эта фраза или слово, вскоре, на самом деле нужно читать и понимать, как в то же самое время. Одновременно с тем, как человек творит чудо именем Иисуса Христа, он не может злословить Иисуса Христа. Он употребляет имя Иисуса, значит, не в суе, не в плане проклятия или негатива, критики. Употребляет имя Иисуса Христа для служения, для исцеления, для изгнания бесов. Поэтому в то же самое время, как это происходит, человек, естественно, не может хулить Христа, высказываться о нем негативно, критиковать, высмеивать или злословить. Это имеет в виду Иисуса. Таким образом, такой человек, значит, он за вас, он с вами, он на вашей стороне, он такой же, как и вы, он подобен вам. Может быть, не ходит с вами, может быть, состоит в одной церкви, ячейке, служении, группе, братстве. Но, тем не менее, он ходит, он действует, он действует тем же самым именем, почитает то же самое имя, превозносит то же самое имя. Поэтому он за вас, он не ходит с вами, но он за вас, он не против вас. Конечно, можно тут рассуждать о том, как мы должны относиться к другим церквям, о том, как мы должны относиться к другим, может быть, даже конфессиям. Такая тема большая, широкая. Но сегодня я хотел бы поговорить не об этом, не о том, как мы должны относиться к братьям и сестрам из других церквей. Хотя это важно, конечно. Я хотел бы заметить одно такое высказывание, да, или фразу, фразу, которую здесь употребляет апостол Иоанн. И Лука вот это подметил и записал. 49 стих, вот вначале сказано, при всем Иоанн сказал. Наставник, мы видели человека и так далее. При всем Иоанн сказал. То есть, видимо, был какой-то разговор, видимо, была какая-то беседа, какая-то тема. И вот в ходе этой темы, в ходе этой беседы, в ходе развития каких-то событий, при всем Иоанн сказал. Я специально посмотрел параллельное место в Евангелии от Марка, и там тоже сказано при всем. И Лука заметил, что Иоанн сказал вот эту фразу при всем, и Марк тоже самое подметил. То есть, вот, был какой-то разговор, была какая-то беседа, была какая-то тема, было какое-то размышление, рассуждение. И вот в ходе этого рассуждения, размышления, вдруг Иоанн озвучивает, вспоминает, да, вспомнил. Ох ты, мы же видели там человека, вспомните. Был такой человек, мы ему запретили. То есть, видно, что-то навеяло, видно, что-то, значит, побудило вспомнить Иоанна, да, вот об этом событии. Что же это было? Что же это за размышление? Что же это за рассуждение? Что же это за тема, которая навеяла Иоанну вот это воспоминание о таком человеке? Немножко выше давайте прочитаем. Значит, 46 стиха. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше? Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Вот та тема, вот то рассуждение, вот то, значит, действие, которое побудило Иоанна вспомнить о человеке, изгоняющего бесов именем Иисуса Христа. Если вдуматься, то вся эта, значит, тема, да, или вот эта мысль, которая здесь, значит, разбирается, она сосредоточена вокруг такого понятия, как значимость. Вот у каждого человека есть ощущение значимости. Каждый из нас желаем этого или нет, хотим, отдаем себе отчет в этом или нет, но мы чувствуем свою значимость или стремимся повысить свою значимость, стремимся утвердить свою значимость, как-то ее продемонстрировать кому-то. То есть тема значимости, она на самом деле очень и очень глубока, очень и очень важна. На самом деле многие поступки людей, многие действия, многие слова, многие, ну, скажем, вообще порывы, они продиктованы, мотивированы как раз-таки значимостью. Это очень глубокое такое чувство, глубокое такое переживание, глубокий такой мотиватор значимости. То есть здесь все крутится вокруг значимости. Вот когда был зацеплен этот вопрос значимости, когда была поднята эта тема, когда Иисус показал ученикам, что есть значимо в его глазах, да, и вообще как он относится к этой теме, к этому вопросу значимости, вот в этот самый момент Иоанн и вспомнил о человеке, который изгонял бесов именем Иисуса, но не ходил с нами. Интересный 46 стих. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Вот я когда прочитал, задумался над этим. А это вообще возможно, чтобы группе людей одновременно, вот просто сидели, группа людей, 12 человек, и одновременно одна и та же мысль, вот прям одна и та же мысль вдруг их посетила. Как-то достаточно фантастически звучит, да. То есть люди, конечно, могут быть связаны друг с другом, да, какими-то узами, там, общими интересами, там, родством и так далее, какими-то общими, может, увлечениями. Но, тем не менее, чтобы так вот синхронно одна и та же мысль одновременно вошла в их разум, ну, весьма-весьма так фантастически, да, так как-то неправдоподобно даже звучит. Но, может быть, кто-то один озвучил эту мысль. Как правило, есть генераторы идей в группах, да, людей, единомышленников. Есть какие-то генераторы идей, которые там чего-то озвучивают, которые куда-то двигают какую-то тему, предлагают, значит, какой-то предмет для рассуждения, для совместного, значит, какого-то обсуждения, дискуссии. Может быть, это был Петр, который вдруг ему стрельнуло. Вот, кто бы из нас был больше? Дай-ка подниму эту тему. А вдруг признают, что я, да, и так вроде бы как я, да, вроде бы и так это чувствуется, все-все и так понятно, вот. Ну, на всякий случай еще давайте это обсудим, да, чтобы было всем до конца ясно, кто же здесь самый главный. Может, Петр, может, еще кто-то, здесь не сказано кто. А может быть, на самом деле, одновременно, вот, как-то, каким-то непостижимым образом, вот, как-то вот синхронно, то есть, сидели-сидели, молчали-молчали, да, там, повисла пауза такая неловкая в общении, может быть, вот. И вдруг раз у всех одновременно возникает синхронная мысль. А кто из нас больше? Может быть и так. Вполне возможно. Но, правда, это очень-очень так занятно, занятно звучит. То есть, скорее всего, кто-то сгенерировал идею, а остальные подхватили. Но, тем не менее, это очень важный момент. Очень важный момент. То есть, они начинают рассуждать, кто бы из нас был больше. И вот, что отвечает Иисус. Иисус, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал им, кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Иисус, отвечая на вот этот вопрос их значимости, то есть, у них возникла мысль, насколько я значим, а более ли я значим, нежели, скажем, там, мой ближний рядом находящийся, да, вот, отвечая на этот запрос, да, вот, на этот возникший такой вот порыв, значит, их размышлений, Иисус говорит, вот это дитя, вот это дитя является образцом, образцом, значит, того, значит, кто больше в Царстве Божьем. Значит, смотрите, тут вот какая штука. Значит, вот это местописание можно понимать двояко. Первый смысл, первый смысл, это когда, значит, человек, человек, христианин, служитель, значит, не считает себя великим, не считает себя каким-то там, значит, слишком способным, значит, слишком значимым, вот. И он считает, что мое служение, это вот малые дети, я вот с ними буду заниматься, я вот буду вести воскресную школу, например, я буду их там приводить ко Христу, во имя Иисуса Христа, ради Христа буду их принимать, буду о них заботиться, буду их опекать. И Иисус говорит, что вот такой подход, вот такая оценка самого себя, да, помните, Павел писал в послании к римлянам, думайте о себе скромно, да, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую Бог каждому уделил. Начните с того, что оцените себя как маленького, незначительного, да, возьмитесь за что-то малое, незначительное, ну, скажем, непрестижное, вот. И можно так истолковать. Иисус говорит, кто так будет себя позиционировать, кто будет себя считать таковым, кто будет в своем сердце себя видеть в таком свете, я мало что значу, я не начальник, я не, там, великий оратор, не великий мыслитель, философ, там, или богослов, вот. Вот, я простой труженик, незаметный, который забочусь о каких-то маловажных, малозначительных с точки зрения взрослых дядь вещах, вот. И вот такой подход, такое смирение, да, внутреннее, оно человека на самом деле делает великим царствие небесным. Это первое толкование. Второе толкование, значит, вот это дитя нужно воспринимать не как объект служения здесь, а как объект подражания. То есть, если я беру вот это малое дитя как объект для своего подражания, то есть, я беру это как образец, я беру это как некий, скажем, модель своего поведения, и я принимаю эту модель во имя Иисуса Христа, то есть, ради Христа. Да, может быть, я там умный, может быть, я начитанный, может быть, я интеллектуал, может быть, я много чего знаю, но ради Христа, ради того, чтобы не похвалиться, не быть, значит, ну, таким высокомерным, потому что знание надмивает. А я беру вот эту модель, значит, ребенка, ничего не знающего, да, там, малозначущего, вот, и принимаю на себя. То есть, здесь принять ребенка не в плане служить ребенку живому, ну, вот, как, ну, какому-то ребенку, да, там, взять, например, из детдома дитя, да, там, заботиться о детях в воскресной школе и так далее, а взять в качестве модели, то есть, я беру эту ролевую, значит, модель, вот эту роль ребенка на себя я принимаю ради имени Иисуса Христа, то есть, ради того, чтобы принести пользу телу Христову, то это тоже делает меня великим в Царстве Небесном. То есть, можно и так, и так это понимать. Либо в плане буквальном, когда детям, значит, уделяется время, не то, что время, а я посвящаю себя служению детям, служению воскресной, там, в школе, там, например, там, бездомным детям, сиротам, принимаю их, кормлю и так далее. Либо я принимаю модель ребенка, вот модель, то есть, вот какой ребенок, я беру эту модель для себя в качестве примера, в качестве образца исследую этой модели ради Иисуса Христа. Вот это тоже толкование здесь имеет место быть. То есть, если посмотреть в греческий оригинал, то можно и так, и так это истолковать. Я думаю, и так, и так будет правильно. Но мне нравится вот второе толкование, когда мы берем ребенка в качестве образца, потому что Иисус в другом месте говорил, будьте как дети, будьте как дети. И вот в этом смысле, в этом смысле, в втором смысле, что здесь, вот в данном контексте, является наиважнейшим качеством ребенка? Вот какое наиболее такое важное с точки зрения подражания, с точки зрения вот такого образца, ролевой модели, что наиболее важным является в ребенке? Какое его качество? Кто-то скажет доверчивость, кто-то скажет непосредственность, кто-то скажет наивность, кто-то скажет вот эта чистота детская, да? Но вот в контексте того, о чем здесь идет речь, самым важным качеством ребенка является, он не парится по поводу своей значимости. Вот ребенок, нормальный ребенок, я сейчас не говорю об избалованных детях нашего века, нашего 21 века, это не пример для подражания, я говорю о нормальных, маленьких детях времена Иисуса Христа. Вот те дети, такие нормальные, да, того старого образца, да, нормальные, мы сейчас говорим о нормальных детях, не об избалованных, не о капризных, не о тех, которые там уже в три года уже там вьют веревки из своих родителей, о нормальных детях. Нормальные дети, младенцы, да, которые едва-едва там научились ходить, говорить, они не переживают по поводу своей значимости, они не зациклены на своей значимости. А вот что я значу, а много ли я значу, а насколько я велик, да, насколько я там вот лучше, чем мой товарищ, да, они не парятся на эту тему. Да, они могут драться со своими товарищами, отнимать игрушки, там, жадность там проявлять и так далее, греховная природа у детей тоже есть, не нужно их идеализировать, вот дети, ангелочки там и все. Нет, они уже с очень такой хорошей греховной природой, но вот в зачаточном таком состоянии еще она развивается, она развивается, она уже есть, она развивается, она начинает практиковаться там, упражняться и так далее. Но вот самое такое качество, показательное, на мой взгляд, здесь, это ребенок, он не переживает по поводу своей значимости, он на ней не зациклен, он ее не утверждает, да, он дерется за игрушки, но свою значимость, что я здесь главный, я всеми командую, ну, такого у детей нет. Ребенок вполне осознает свою беспомощность и незначительность. Ну, нормальный ребенок, я говорю о таком младенчестве, достаточно глубоком, там, два года, там, ребенок вполне понимает, что он, ну, нуждается в помощи, вполне понимает, что он не является чем-то значимым, не является чем-то таким, вот, утверждающим свое главенство, да, там, или свое верховенство, первенство. Ребенок этого пока еще не понимает. И вот здесь Иисус говорит, если вы примете такую ролевую модель, если вы не будете считать себя уж такими значимыми, да, на самом деле будете себя считать, ну, простыми людьми, которых помиловал Господь, да, которые Господь нашел, возлюбил, простил, вот, нашел меня Господь, помиловал, вот и вся моя значимость, вот и вся моя, ну, вот, моя вот эта вот ценность, как личности. Моя ценность не в моих, там, талантах, способностях, в том, что я, там, интеллектуал, знаю больше других, там, начитанный, значит, у меня кругозор широкий, я могу, там, изъясняться, я могу, там, кого-то наставлять, не в этом моя ценность. А ценность в том, что Господь меня нашел, возлюбил, простил, призвал к себе, выбрал. В этом моя ценность, в этом моя значимость. Вот, источник моей значимости, он не в моих, не в моих способностях, и не в том, что я какой-то великий. Источник моей значимости в любви Господа. И вот ребенок, маленький ребенок, он, значит, не зациклен на своей значимости, он не парится на эту тему. Он просто живет, он просто воспринимает информацию, воспринимает окружающий мир, постигает, значит, широко распахнутыми глазами, смотрит на этот мир, тянется, пытается что-то узнать. Он непосредственный, и он не зациклен на том, насколько я значим, или насколько я могу похвалиться, я лучше. Я думаю, вот это качество ребенка здесь, в контексте вот этого рассуждения, оно как раз-таки и подразумевается Иисусом. Потому что, если вдуматься, то вот этот разговор, да, или вот эта тема, она и сподвигла Иоанна вспомнить о вот этом человеке, который изгонял бесов именем Иисуса. Вот давайте еще раз промоделируем ситуацию. Пришла же им мысль, кто из них больше, они начали рассуждать над этим. И Иисус им ясно показал, ребята, не парьтесь на эту тему, будьте как дети, не пытайтесь выяснить, кто из вас старше, главнее, кого вы все тут должны слушать, и кто из вас тут первоверховный. Не пытайтесь выяснить, кто из вас тут главнее и значимее. То есть Иисус показал им, значит, явно, ясно продемонстрировал им свое негативное отношение к такого рода рассуждениям, размышлениям, такого рода мотивации. Он это им показал. Он сказал вот этим примером, с помощью ребенка показал, ребят, все не так, как вы думаете, и я вообще против того, чтобы вы на эту тему заморачивались. То есть будьте проще, и там на небесах определиться, значит, кто из вас там великий, кто из вас более великий, кто менее великий и так далее. А Иоанн, видя эту картину, знаете, вот примерно такой ход мысли. Так, Иисус, значит, мы здесь между собой, вот в нашем узком кругу, значит, нет смысла нам тягаться и выяснять, кто из нас главнее. О, так мы, наверное, все-таки главнее тех, кто вне нашего круга. Мы главнее тех, кто находится снаружи. Да, между собой мы здесь не будем соревноваться. Да, мы поняли, мы поняли, Иисус. Ты нам продемонстрировал, явно дал понять, что не нужно этим заниматься. Но хотя бы тех внешних мы лучше, Господи. Хотя бы тех внешних. Да, между собой мы уже все, перестали друг с другом соревноваться. А внешних-то мы лучше все равно. Хотя бы здесь дай мне почувствовать вот эту значимость, мою особенность, мою исключительность. Я лучше, чем те там, снаружи. А Иисус им говорит, нет, не лучше. Не лучше. Он здесь говорит, не запрещайте, не считайте их кем-то, кто против вас, кто настроен против вас. Они такие же, как вы. Может быть, они не избраны лично мной, не поставлены моим личным назначением устным, или явным, в явном виде, может быть. Я не подписал указ, приказ, или словами не назначил. Они просто дерзнули во имя моё выгнать бесов, изгнать бесов, произвести исцеление и так далее. Какие-то дела во имя моё совершить. Не запрещайте. Не запрещайте. Они не против вас. Они не могут меня злословить. Они меня тоже почитают. Да, конечно, такой человек, который изгнал беса, это не значит, что он теперь на всю жизнь теперь посвященный. Пройдет какое-то время, и он может тоже отпасть, тоже впасть в обольщение и так далее. Это не исключено. Но тотчас, да, тотчас, или вскоре, как сказано в параллельном месте, он не может меня злословить. То есть, это мой тоже человек. Может быть, он не в нашем вот этом, значит, братстве, но это тоже мой человек. И поэтому не нужно думать, что ты, Иоанн, исключителен, что ты, Иоанн, значимый. То есть, я вижу, Иоанн, как ты хватаешься вот за эту свою значимость, вот эту внутреннюю. Я хочу что-то значить, я хочу быть кем-то, я хочу быть исключительным, я хочу быть особенным. Ты хватаешься, Иоанн, за эту соломинку, но, поверь, не нужно за нее хвататься. Не нужно за нее хвататься, потому что ты не лучше других людей. Ты не такой уж исключительный. И вся твоя исключительность только в том, что я тебя призван. Такая мысль. То есть, вот здесь четко прослеживается вот этот контекст. А теперь я хотел бы вкратце еще порассуждать над тем, а почему же им эта мысль пришла вот первоначально в 46 стихе? Откуда вообще корень вот этой мысли? Почему вот они сидели-сидели, вот так вот повисла неловкая пауза, и вдруг одновременно всем пришла эта мысль? А вот чуть выше 46 стиха, 44, написано так. «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слово сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись». И тогда пришла же и мысль. Вот смотрите, как интересно. Здесь все вот так вот взаимосвязано. Здесь все вот как бы друг за другом следует. И Иисус говорит им о своем кресте. Иисус говорит о своей жертве. Иисус говорит о смерти своей, грядущей. «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Это, конечно же, пророчество о кресте, пророчество о грядущих страданиях. И интересную фразу здесь избирает Иисус. Он говорит «вложите себе в уши слова сии». Такой образный язык, знаете, аллегорический, имеется в виду, как будто наушники наденьте, и чтобы эти слова у вас в наушниках этих постоянно звучали. То есть, говоря современным языком, как будто вот трансляторы, да, такие вот, надел себе большие или маленькие там наушники. И постоянно эти слова у тебя в ушах, значит, звучат. В то время наушников не было, но вот следуя такой, значит, логике, да, или такому аллегорическому образному языку, мы можем, переведя это на современные, так сказать, рельсы, поставив это на современный лад, вот таким образом воспринять. «Вложите себе в уши слова сии». То есть, эти слова находятся в ушах и постоянно там звучат. Понимаете? Иисус говорит, значит, «вложите себе». И мы можем понять это, знаете, с той точки зрения, что ученики не были готовы к смерти Иисуса. Ученики не были готовы к этим страданиям, к этой жертве, к этому повороту событий. И, конечно же, мы можем сказать, ну, это для них было важно. Нет, не только для них. Не только для них, дорогие друзья. Потому что, если мы не понимаем этого, вот того, о чем Иисус говорит, о своей смерти, если мы не размышляем над этим, если эти слова в наших ушах не звучат, то нам другие мысли начинают приходить. О собственной значимости, о том, насколько мы исключительны, о том, насколько мы велики. Понимаете? Вот именно в этот момент и происходит замена одних слов другими. То есть, здесь не нужно списывать все на, значит, ситуативность вот этого события. Вот там была такая ситуация, вот для учеников это было важно, вложить эти слова в свои уши, а для нас уже сегодня не важно. Нет, для нас это тоже важно. Это прообраз, это, ну, вот, четкая последовательность, которую мы здесь видим. То есть, если мы не влагаем эти слова в свои уши, если мы их не понимаем, а спросить боимся, стесняемся, другие мысли приходят, которые... Свято место пусто не бывает. Знаете, вот есть поговорка. Свято место пусто не бывает. То есть, одни мысли уходят, а другие приходят. И вот если у нас нет мыслей о кресте, вот почему мы с вами вспоминаем о кресте периодически? Почему мы с вами участвуем участвуем в хлебопреломлении? Почему мы всегда участвуем в вечере Господней с определенной частотой, периодичностью? Потому что это необходимо для того, чтобы смиряться, в том числе и для того, чтобы смиряться. Понимаете, вот крест, он многофункционален. Смерть Иисуса Христа, Его кровь, Его жертва, она многофункциональна. Она много чего нам дает. Много чего нам дает. Но вот сегодня я хотел бы утвердить крест, утвердить Голгофу, утвердить вот эту жертву Христову как источник моей и твоей значимости. Вот крест, помимо всего прочего, что он делает и сделал, и будет делать, помимо вот этого всего спектра разнообразных проявлений, действий, благословений, которые он производит в нашей жизни, он в том числе предназначен и для того, чтобы нас смирить. Смирить нашу гордость, смирить наше самомнение, смирить наше вот это чувство значимости и дать нам источник другой нашей значимости. Вот это наше желание, жажда, внутренняя потребность быть значимым, быть особенным, быть исключительным, быть как бы признанным, она, если не найдет своего удовлетворения в кресте, то она будет искать своего удовлетворения в том, чтобы сравнивать себя с другими, в том, чтобы говорить, я лучше, чем они. Если я не могу сравнивать себя с моими братьями и сестрами, я буду смотреть в этот мир и говорить, насколько он хуже, чем я. И я постоянно буду пытаться хвалиться. Вот знаете, тема значимости, или чтобы иметь возможность похвалиться, она очень такая животрепещущая на самом деле. Мы просто не понимаем, может быть, до конца не осознаем этого, насколько мы движимы этим, вот тем, чтобы похвалиться, тем, чтобы утвердить свою значимость. Насколько мы этим движимы. Мы порой просто этого не понимаем. Мы действуем даже в служении, даже в церкви, даже вот в теле Христова. Мы действуем, мы что-то производим, мы что-то делаем, мы чему-то себя отдаем. И порой, порой мы не осознаем, что все это только ради того, чтобы утвердить свою значимость. Это все, в принципе, ну, на небесах будет видно, и мы узнаем, во имя ли это Иисуса Христа, или это было во имя моей значимости. Такая глубокая тема, дорогие друзья, глубокая тема. Павел пишет в послании Галатам, «Я не желаю ничем хвалиться, кроме как крестом Господа нашего Иисуса Христа, который мир для меня распят, и я для мира». Я хочу сегодня молиться, или просить в этой проповеди, или в этой беседе нашей, иметь такую молитву, научи меня вот так вот жить. Научи. Что значит хвалиться крестом? Я до конца не понимаю этого. Что значит иметь в кресте свою значимость? Я этого до конца не понимаю. Но я вижу эту реальность здесь. Это реально. Это то, что я вижу в Евангелиях. Это то, что я вижу в посланиях. А в личной жизни до конца этого еще не постиг. И вот хочу призвать вас, себя, постигать это. Потому что, рассматривая вот этот эпизод, который мы сегодня прочитали в Евангелиях, но четко видно, что речь, весь сыр-бор, вся интрига, она закручена вокруг этого понятия значимости, этого понятия быть признанным, быть кем-то. Вот вокруг этого все. Давайте еще раз, я быстренько пробегусь. Итак, Иисус говорит им о кресте. Он говорит, вложите себе в уши слова сей, пусть они постоянно повторяются, транслируются в вашем разуме. Слова о моем кресте, слова о моей смерти. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Будет предан в руки грешников, в руки человеческие. Но они не поняли слова сего, ибо оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о всем слове боялись. Смотрите, как глупо. Вот как раз об этом и спросить было бы ну не зазорно, не стыдно у Иисуса. Вот об этом бы он как раз бы и хотел, может быть, побольше им объяснить. Может побольше раскрыть это, как-то показать это, посвятить в это их как-то. А они боялись. То есть такой страх, ну, неполезный. Да, вот есть Божий страх, да, есть разные виды страха, сейчас мы не об этом говорим, но вот этот страх, он неполезный. Боялись, стеснялись, не знаю. Иисус, наверное, был бы рад, если бы не спросили. Был бы счастлив, если бы не сказали, Господи, а что ты имеешь в виду? Объясни нам поподробнее. Но нет. Отказались об этом думать, отказались об этом спросить, отказались это задержать в своем разуме. Не стали эти слова в своих ушах прокручивать, транслировать. И тут же прилетела мысль о своей значимости. Почему? Потому что, когда мы отвергаем крест, отвергаем рассуждения, размышления, вспоминания о кресте, вспоминания о смерти Господа, о его страданиях, о его любви к нам, о его милости к нам, явленной через крест, то другие мысли приходят. Свято место, пусто не бывает. Приходят другие мысли о том, какие мы велики, о том, насколько мы значимы и так далее. И четко видно, что если бы они помышляли о кресте, ну, конечно, они не могли на тот момент, и мы не лучше их. Если бы мы оказались на их месте, мы бы вели себя точно так же. Я сейчас не говорю, какие они плохие. Здесь принцип, здесь просто принцип духовный. Если бы начали думать о кресте, если бы мы начали, ну, на их месте находясь, думать о кресте, нас бы не посетили эти мысли, а кто из нас больше? Потому что наша значимость была бы удовлетворена вот этой любовью Господа, Его милостью, осознание того, что я помилован. Когда я культивирую в себе эти размышления, я помилован Его любовью, Его крестом, Его жертвой, я помилован. Когда вот это культивирую, нет места для самохвальства, нет места для самовозвышения, для похвалы, для того, чтобы чем-то хвалиться. Где то, чем можно было бы хвалиться? Его нет. Вот в этих размышлениях, вот в этом потоке сознания таком о кресте, о Господе, о претерпевшем над собой такое поругание, нет места самохвальству, какой-то вот, ну, браваде, там, значимости моей человеческой. Моя значимость удовлетворяется в этом случае, но другими вещами, Божьей милостью, Его любовью. Моя значимость, твоя значимость, не в твоем служении, не в том, какой ты пост занимаешь, в каком ты братстве, на какой ты позиции, насколько ты велик, насколько ты большие дела можешь делать, там, бесов изгонять, не в этом твоя значимость, не об этом нам нужно радоваться, а о том, что наше имя записано в книге жизни, о том, что Он нас возлюбил, о том, что Он нашел нас и умер за нас, пролил свою кровь за нас. Вот об этом нам стоит помышлять, когда мы приходим к Вечере Господней. Для этого и служит в том числе Вечеря Господня, чтобы очередной раз Крест действовал в нас и удовлетворял наши нужды, удовлетворял в том числе и вот эту глубинную, глубокую потребность быть признанным, быть значимым. Поэтому я извлекаю этот урок сегодня вместе с вами для себя и хочу научиться, хочу научиться не хвалиться ничем, кроме Креста. Как это сделать, я не знаю. У меня нет рецепта, но, по крайней мере, я хочу начать об этом молиться, хочу задавать вопрос этот перед Господом, особенно, когда я прикасаюсь к хлебу и к чаше. Поэтому да благословит нас Господь, дорогие друзья, и будем помышлять о претерпевшем такое поругание, будем влагать эти слова в свои уши и будем как дети не париться по поводу своей значимости, потому что наша значимость, она у Господа и наша награда, она на небесах. Да благословит нас Господь. До новых встреч, до новых видео с Господом. Субтитры создавал DimaTorzok